Ну, короче, решил я разобрать большой, потому что, как по его видео, здесь мне многие писали ВКонтакт, многим интересно, как он сделанный. Сейчас я его разберу. Ну, вот, я могу показать, что он работает. То, что лучше реально не видно. Похож, как будто, на лазерный. В принципе. Начинаю разбереть его, конечно, сзади. Конечно. Хотелось бы, конечно, в трубке его сделать. Не в таком квадратном корпусе. Потому что зенитные прожекторы, которые на клубах обычно стоят, сиделают в трубе в какой-нибудь. Они так компактнее выглядят. Ну, у меня трубы нет такой, алюминиевый. Чтоб можно было в систему в трубки поместить. Шлэш поместить. Вот на эти две платформы. На эту. Ну, точнее, на одну больше, чем на две. Вот. Так вот он, приметно. Сейчас я разберу подальше. Так. ну вот вот конечно батареечный блок это ручка с выключателем выключать для здесь один хотя можем было сделать 4 потому как у меня здесь стоит светодиод четырехцветный красно-зеленый синий-белый вот внутренняя система есть линза здесь глушитель для рассеивания лишнего от линзы небольшой конечно ну конечно ну вот можно сказать самое сердце его это параболическое зеркало параболическое зеркало я нашел взял от старого диафильма от советского там она стеклянная довольно таки хорошо им фокусировать диоды вот такие этот диод с матривой динзой у него больше похож луч на эффект лазера не знаю почему но видимо так производитель сделался производитель этого диода люк синус ну вон даже так поставить ну довольно таки хорошо будет в точку собирать ну конечно чё дальше дальше конечно здесь сам диод стоит сам диод здесь я поставил крем сам надеюсь на 10 вату общей мощностью ну каждый кристаллик по 3 ватт получается в принципе можно даже включить светит он довольно ярко чё сказать чё сказать цвет диода корее не все всегда ярко светит в принципе здесь линза но ничего больше диод светит зеркало параболическое которое стоит вот так зеркало кстати регулируется регули чтобы регулировать зеркало я взял такую штуку бухту от крана то досточного который довольно таки удобно регулирует его ну поднимает пускает можно так сказать вот туда-сюда народ это взять приближение до линии так и придумал сделать оправу конечно без разницы какого трубку возьмете куда его выложить чтобы можно было нужно желательно конечно чтобы он ровно входил довольно таки плюс мин чтобы зазору были небольшие здесь чтобы свет идет желательно конечно вам по центру свет идет вкусе рамку сервиса зеркалом фокусируется он в линзу в эту которую дальше его собирает то конечно можно без линзы туда пучок более рассеянный получается но тем не менее тоже довольно таки хороший а что здесь еще сказать есть трубка идет это охлаждение диода самого здесь раньше у меня был сам держатель диода алюминиевый к нему идет трубка которую я раньше заливал аммиак здесь стоял насосик небольшой но дело в том что сейчас я понял то что вроде как думаю участник включают фонарик включая на улице конечно ну агульционный так в принципе хорошо охлаждается но и не требует жидкостного охлаждения но конечно жидкостное охлаждение жидкостное или еще какое-нибудь в том как в первой версии которой я показывал там все-таки стоит трубка давайте даже разберем для примера маленький здесь она до сих пор стоит трубка трубка залитая фреоном газом и запечатаем там небольшой расширитель подальше сейчас я еще покажу маленькие здесь конечно там более компактно все пришлось сделать более сложно вот трубка на трубке припаян светодиод он припаян прямо на трубку на медную то есть сначала нагревайте трубку лодите светодиод лодите трубку и припаивайте диод конечно надо припать осторожно а не то придет в неугодность здесь тоже стоит параболическое зеркало гинза стоит здесь параболическое зеркало от кинопроектор от старого этюд по-моему назывался не помню там оно маленькое мы решили маленький зеркало сделать производительностью ничем не уступает большому единственное то что расходимость побольше но это уже с опочкой надо экспериментировать поставить зеркало побольше либо 2 их поставить но я не пробовал мне пока хватает так в принципе вот и все где в том что здесь конечно кучу проводов кучу проводов это один общий общий здесь белый от минус остальные 4 плюса красный зеленый синий белый дело в том что если кто-то задумает сделать тоже rgb красивый rgb зенитный фонарик почему действительно rgb интересней то что в туманную погоду он создает радугу в небе похоже явление похоже на радугу если это резистор которую самое немного понижать напряжение на себе резистор здесь ставится именно для красного для красного кристалла ставится потому что красный диод потребляет меньше во много раз причем отличие от синих и зеленых и белых поэтому я поставил резистор чтобы он не перегорал в принципе здесь больше показать нечего линза здесь стоит 10 с иксом увеличение 10-кратное увеличение линза китайская купил за 300 рублей обычно скажу в обычных товарах принца где продают луп на так примерно устроен